Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет такой эксперимент. Я попробую нарисовать голову человека. И эксперимент пройдет в трех частях. Первое, мы нарисуем череп, чтобы понять все пропорции, острые углы и прочее. Второе, мы приклеим к нему мышцы, чтобы понять, как работает мимика, чтобы разобраться, как работают эмоции. И третье, мы все это обтянем кожей, чтобы понять, как это все раскрасить, какой у кожи тон, как наложить цвет и прочее. И прочее. Эксперимент это по той простой причине, что я очень плохо рисую лица. И я попрошу вас в комментариях оставлять, находить мои ошибки и писать их в комментариях. Я так быстрее научусь, а вы прокачаете свою внимательность. Ну и в конце первой части нашего эксперимента у нас получится вот такой вот замечательный товарищ. Вернее, даже вот такой вот замечательный товарищ. Еще раз, это не урок, это спидпейнт, причем спидпейнт по мастер-классу Александра Рыжкина. Вот здесь вы видите отрывки из этого мастер-класса. Он офигительный, он длится три часа и полностью разбирает всю анатомию головы. По сути, мой спидпейнт сейчас это некий конспект его урока. Поэтому, если вы хотите, обязательно посмотрите оригинал, если вам тема интересна, я оставлю ссылочку в описании. А сейчас мы попробуем повторить то же самое, что рассказывает Александр в прямом эфире. Поехали! Ну что ж, я буду просто комментировать то, что происходит на видео и где-то останавливаться, какие-то моменты пояснять подробно. То, что делает Александр в начале, он рисует квадрат, делит его на четыре равные части и, собственно, обводит по нему пропорции черепа. Так уж получилось, что прямо посередине этого квадрата находится слуховое отверстие, даже оно чуть-чуть ниже. И еще чуть-чуть ниже у нас идет линия затылочная. Если эту линию продлить вперед, то мы уткнемся прямо в основание носа. И это нам дает сразу несколько расстояний. Если мы возьмем расстояние от подбородка до вот этого основания носа, от основания носа до брови и от брови до начала роста корней волос, это примерно равные расстояния. Ну и, собственно, когда вы рисуете человека, видимо, нужно эти расстояния намечать и тогда у вас легко пойдет любое лицо, любые пропорции будут сохранены. От той же точки, где было слуховое отверстие, начинается скуловая дуга. И верх скуловой дуги, собственно, дает нам основание для глазницы. Между основанием глазницы и бровью, собственно, и зажат наш глаз. Если спуститься от брови ниже, то там будет переноситься, потом грушевидное отверстие, это, собственно, наш нос черепа. И под грушевидным отверстием стартует верхняя челюсть. Там, где у нас заканчиваются зубы, справа, как бы, вот самые дальние наши зубы, это и есть конец верхней челюсти. Если же мы простроим череп спереди, да, то есть мы сохраняем те же самые пропорции, спереди череп выглядит, он вписывается не в квадрат уже, а в прямоугольник. И там есть точно такие же зоны, то есть, грубо говоря, вот у нас глазницы, да, и между глазницами всегда помещается еще одна, то есть между глазами, ну, вы знаете, это правило наверняка, между глазами всегда помещается еще один глаз. Да, есть исключения. Иногда у человека глаза расставлены шире, иногда уже, но в целом обычно помещается один глаз между ними. Выше глазницы у нас идет лобная кость, вот здесь сверху она находится, и, собственно, переносится и два таких возвышения. Это у нас надбровные туки и лобные бугры. Вот эти лобные бугры, они, как бы, выступают чуть-чуть вперед, и поэтому эта поверхность чаще всего светлее, и находятся они чуть-чуть уже, чем зрачки глазу. А вот эта точка, здесь тоже, видите, такой излом, это, собственно, начало теменной кости. И здесь, если вот от этой точки провести прямую линию к брови, а от них провести перебендикуляр к колбу, то ровно здесь начинается рост волос. Далее вот здесь находится так называемый сосцевидный отросток. Это то место, где крепятся самые сильные мышцы шеи, и благодаря им, собственно, и благодаря ему, голова у нас вращается вперед-назад, и, как бы, на бок тоже она вращается благодаря именно этим мышцам и сосцевидному вот этому отростку. Выглядит как шишечка, то есть за ухом вы ее можете легко нащупать у себя. Вот тут я примерно пытаюсь отстроить шею, примерно пытаюсь прикинуть, где у меня будет нос, глазницы. Вот от этих носовых косточек зависит от того, какой будет нос. Если косточки идут вниз, то, скорее всего, нос будет с горбинкой. Если косточки идут вверх, то, скорее всего, он будет немножко курносый. Ниже я простраиваю верхнюю челюсть, и вот эта зона, где у нее находятся зубы, она всегда очень светлая, всегда ее очень светлой надо рисовать, потому что она выступает, четко выступает вперед, и на нее она даже более горизонтальная получается, чем лоб, и на нее очень много света падает. Еще несколько интересных фактов, которые рассказывает Александр, это то, что клыки у нас являются уголками рта. То есть если не улыбаться и просунуть такую иголочку или стержень нам в уголки рта, то мы упремся прямо в клык. Дальше Александр очень интересно рассказывает про губы, и я не удержался, начал рисовать губы. Дело в том, что вот эта штука, которая, вот эта ямочка под носом, она называется носовой фильтр, и она формируется из-за передних двух зубов. Чем больше передние два зуба выступают вперед, тем активнее этот фильтр. И очень интересная штука, что если носовой фильтр продлить, вот эти линии носового фильтра продлить вниз, то это и будут как раз края подбородка. Более того, они как раз проходят через вот эту зону, где у нас тень, и очень легко определить, где наложить тон именно по этим краям. Долго-долго объясняет про мышцы, это, собственно, часть нам сейчас неинтересна, поэтому я ее немножко промотаю, пропущу. Но в целом он рассказывает, как устроены мышцы вокруг рта, и что, собственно, и какая эмоция какой рот будет вызывать. Дальше я пытаюсь встроить глаз, примерно прикинуть, где у него будут брови. И вот то, за что я люблю рисование на слоях, в фотошопе, либо в Procreate, это как раз то, что вы можете вот так вот наложить и примерить, посмотреть, как оно вообще будет смотреться все вместе. В конце нашего эксперимента мы именно так и сделаем. Мы прямо на тот скелет, который мы нарисовали, мы положим мышцы, а потом положим кожу, и это будет смотреться очень интересно. Кстати, череп у нас всегда веселый, то есть я когда рисую зубы, я всегда их рисую чуть-чуть с улыбкой, как бы поднимающейся вверх, именно потому что черепа, они всегда улыбаются. Это по жизни мы учимся быть грустными, а вообще черепа всегда улыбаются, и, собственно, он у нас такой веселый парень. Ну, все, настало время обрисовывать наш череп, я не слишком аккуратно влайном это делаю, потому что в итоге я все равно закрашу это, скорее всего, какими-нибудь масляными красками, и посмотрим, что будет. Кстати, чудесные карандаши и чудесные кисти я, конечно же, использую из программы Procreate, и она восхитительна в этом смысле, там есть практически все, что нужно для рисования на планшете. Итак, если помните, у нас должно было быть три части. Это череп, это мышцы и это кожа. Но дело в том, что на этот урок у меня ушло нереально времени, то есть часов 12 я только рисовал, не говоря уже о записи и монтаже. Поэтому просьба к вам такая. Если это видео наберет 300 лайков, то мы снимем вторую часть. Вторую часть про мимику, про то, как работают мышцы лица, и дальше посмотрим, может быть, сделаем и третью часть, про уже кожу и тона. Ну что ж, я простраиваю точно так же череп в анфас, собственно, сохраняя пропорции, потому что я этот череп планирую вращать. Моя задача в том, чтобы научиться рисовать лицо с любого ракурса, с любого поворота, и значит мне нужно понимать, какие части куда выступают, если мы череп разворачиваем. Кстати, для этого можно использовать всякие референсы. Собственно, что я и делаю. Я просто обращаю череп на разных сайтах и пытаюсь понять, куда какая косточка пойдет. Если у вас есть череп в живую, это, конечно же, в 100 раз лучше. И воспользуйтесь живым черепом. Ну, теперь я рисую промежуточные кадры. Можно их назвать брейкдауны, наверное. И вот оно еще одно преимущество программ со слоями перед карандашом. Я просто взял верхние черепа и контуры скопировал вниз. Теперь моя задача череп отвернуть назад. Но я понимаю, что контуры будут те же самые. Мне не нужно контуры два раза перерисовывать, чтобы понять все эти пропорции. Я точно так же перетянул пропорции вниз и отстраиваю череп, который уже разворачивается как бы от нас. И вуаля! У нас получается 16 разных кадров, которые мы можем раскрасить уже кисточкой. Про то, как накладывать тон, это, наверное, отдельный разговор. Мы его отложим на будущие видеоуроки. А если вы хотите анимировать, если вы хотите рисовать вот то, что у нас в итоге получится, небольшие такие мультики, небольшие гифки, анимашки, то у нас для этого есть бесплатный видеокурс. Для этого перейдите по ссылке в описании или наберите вот эту ссылку в вашей строке браузера, и вы попадете на бесплатный курс. Вы можете его скачать и научиться рисовать мультфильмы практически с нуля, даже если вы не умеете рисовать. Ну что ж, все, что я делаю далее, по сути, это закрашивание теневых частей, нанесение бликов, какой-то основной тон кладу, и, в общем-то, ничего здесь сверх такого нет. Я это делаю достаточно неаккуратно, потому что уже было 3 часа ночи, я подустал и просто, в конце концов, плюнул, взял кисть побольше и начал мазюкать уже самым черным, который просто нашел. Максимально просто. Где-то даже ошибаюсь, но из-за того, что у меня мазки идут неровно, из-за того, что были какие-то ошибки, оно и смотрится в итоге достаточно красиво. Все, я, собственно, накладываю большой-большой кистью фон, обрезаю наши черепа, собираю их в фотошопе, и у нас получается, по сути, гифка, а так как пропорции у нас были равные, смотрится это довольно интересно. Из-за того, что это были мазки, а не классическая закраска, у нас получается что-то вроде мультфильма Александра Петрова, но только гораздо более упрощенного, конечно. Ну что ж, друзья, на этом у меня все. Спасибо вам огромное за просмотр. Если вам такие видео нравятся, ставьте лайк, оставляйте свои умные комментарии внизу, и обязательно-обязательно подписывайтесь на канал, потому что здесь будет еще очень много интересных видео. До новых встреч, друзья. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова